В последнее десятилетие В последнее время произошел явный прогресс в хирургической технике радикальной цистектомии, а также переоперационном ведении больных, что проявило значительное уменьшение числа и тяжести осложнений, связанных с этой операцией. И все же почти у 60% больных после радикальной цистектомии развиваются различные осложнения, и почти в 4% случаев они являются причиной смерти ранние сроки после операции. В структуре осложнений радикальной цистектомии превалируют желудочно-кишечные и инфекционные осложнения. Так, порез желудка и кишечника может достигать до 23% случаев, а осложнения инфекционной природы могут достигать до 33%. Причем даже после лапароскопических и робот-ассистированных цистектомий осложнения инфекционной природы почти в 40% случаев являются причиной для повторной госпитализации пациента стационара. Поэтому исследования в области этиологии и патогенеза осложнений радикальной цистектомии, а также их профилактика являются крайне актуальными. В связи с чем, нами поставлена цель выявить наиболее значимые факторы, влияющие на развитие осложнений после радикальной цистектомии. Наше исследование основано на анализе лечения 182 пациентов, подвергнутых радикальной цистектомии в период с сентября 2014 по декабрь 2016 года. Среди пациентов было 152 мужчин и 30 женщин. Возраст пациентов варьировал от 31 до 84 лет. Основным показанием для выполнения радикальной цистектомии был рак мочевого пузыря различной стадии. В остальных случаях операции были выполнены по поводу других опухолей органов малого таза, а также микроцистеразличной этиологии. Достаточно высокая оказалась ассоциированная с возрастом доля сопутствующих патологий, так наиболее частыми были заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, ожирение различной степени, сахарный диабет и заболевания легких. В нашем исследовании большинству пациентов, это более 75, почти 76% больных, нами была выполнена более сложная ортотопическая реконструкция мочевого резервуара, которая позволяла добиться более физиологичного естественного мочеиспускания. Перед операцией проводилось исследование мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, а также в конце основного этапа операции, перед ушиванием передней брюшной стенки, мы проводили взятие лаважной жидкости из брюшной полости с целью микробиологического анализа. Мы разделили в зависимости от вида антибиотикопрофилактика пациентов на три группы. В первую группу включены 82 пациента, которые получали защищенные пенициллины, во вторую группу 62 пациента, которые получали вторхиналоны третьего поколения, и в третью группу 32 пациента, которые получали карбопинемы. Основные характеристики пациента в группах не различались. Таким образом, в результате нашего исследования мы выявили, что почти в 42% случаев посевы мочи у пациентов были положительными. Наиболее частыми были энтерококи, кишечная палочка, а также клепсиела. Также хотелось бы отметить, что в 10% случаев были выявлены микроорганизмы, продуцирующие бета-локтомазы расширенного спектра действия. Результаты микробиологического мониторинга лаважной жидкости выявили 55% случаев наличия положительных посевов. Также наиболее частыми были кишечная палочка, энтерококи и энтеробактерии. Таким образом, бактериологический мониторинг продемонстрировал высокий уровень инфицирования как предоперационной мочи, так и брюшной полости. Эти данные являются дополнительным подтверждением того факта, что радикальная цистектомия относится к контоминированным и грязным операциям. Это, в свою очередь, диктует особые требования для проведения антибиотико-профилактики перед такими операциями. А также промывание брюшной полости с серильной жидкостью в конце основных этапов операции позволяет снизить титр микробного обсеменения. В нашем исследовании у 54% больных были зарегистрированы различные осложнения, которые стратифицированы по системе клавиандинда. В основном это были осложнения легкой степени, легкой категории осложнений, которые не потребовали какого-либо дополнительного мероприятия, кроме назначения определенных препаратов. Осложнения 3-й А степени, которые потребовали выполнения операции без общего обезболивания, были зарегистрированы в 8% случая. Операции под общим обезболиванием выполнены у 12% больных. В 5,5% случаев были зарегистрированы осложнения, которые потребовали перевода пациента в отделение реанимации, а также проведение интенсивной терапии. Осложнения пятой категории поклавин, которые явились причиной летального исхода, зарегистрированы в 2% случаях. Причем летальность общей группы пациентов составила 1,6%. Таким образом, в нашем исследовании наиболее частыми оказались осложнения желудочно-кишечные и инфекционные. Также эти данные совпадают с данными мировой литературы. Мы провели факторный анализ ранних осложнений после радикальной энцистектомии для выявления предикторов, которые являются наиболее значимыми в развитии этих осложнений. Так, при однофакторном анализе мы выявили, что индекс массы тела, тест статус опхоли, изначальный уровень гемоглобина, степень кровопотери, а также инфицированность брюшной полости являются значимыми предикторами в развитии осложнений. При многофакторном анализе значимыми предикторами оказались индекс массы тела, изначальный уровень гемоглобина, степень кровопотери и инфицированность брюшной полости. Также мы провели оценку предикторов, которые влияют на развитие наиболее частых категорий осложнений, а именно желудочно-кишечных и инфекционных. Так, на развитие гастростаза и пареза кишечника предикторами являются мужской пол и инфицированность брюшной полости. А на частоту развития инфекционных осложнений влияет инфицированность брюшной полости. Хотелось бы отметить, что длительность операции и длительность наркоза имеют тенденцию в развитии инфекционных осложнений. И интересным, на наш взгляд, является тот факт, что бактериурия до операции не явилась предиктором развития осложнений. И объясняем мы это тем, что при выборе антибиотика для проведения антибиотик-профилактики мы ориентируемся на результаты посева мочи. На частоту развития повторных операций влияют тест-статус опхоли и степень кровопотери. На развитие тяжелых категорий осложнений по клавиан влияют уровень гемоглобина для операции, степень кровопотери и титр-интраабдоминального инфицирования. Также мы выявили, определили, как влияет выбор антибиотика на развитие как частых, так и тяжелых категорий осложнений. Так, в группе пациентов, которые получали карбопинемы, частота развития осложнений была в два раза ниже, чем в двух других группах. Также это наглядно видно при сравнении групп между собой. Также частота развития тяжелых категорий осложнений по клавиан в группе карбопинемов была более чем в три раза меньше, чем в группе вторхиналонов и группе пенициллинов. При сравнении клинических данных групп мы можем видеть, что изначально в группы карбопинемов вошли пациенты, больше пациентов было инфицированных, которые имели наличие различных мультирезистентных, как правило, микробов в микробиологическом посеве мочи. Процент положительных посевов брюшной полости в группах практически не отличался. При нормальном течении послеоперационного периода длительность нахождения назогастрального зонда и восстановление функций желудка и кишечника в группах значительно не различалась. Тогда как тяжелые порезы и длительные гастростазы чаще развивались в группе пациентов, которые получали защищенные пенициллины и вторхиналоны. Тогда как в группе карбопинемов частота развития этих осложнений, тяжелых порезов, она была почти в 5 раз ниже, чем в других группах. И более того, в группе карбопинемов не было необходимости смены антибиотиков в связи с осложнениями. Тогда как в группе пенициллинов и вторхиналонов была необходимость смены антибиотиков и проведение повторных операций на фоне развившихся осложнений. Летальность была в группе защищенных пенициллинов, но мы считаем, что это не связано с проводимой антибиотикопрофилактикой. Таким образом, радикальная цистектомия ассоциирована с высоким риском развития ранних послеоперационных осложнений. Наиболее частыми являются осложнения желудочно-кишечные и инфекционные. Наличие интраабдоминального инфицирования является значимым предиктором в развитии пореза кишечника, развитии инфекционных осложнений в послеоперационном периоде. Радикальная цистектомия относится к контоминированным и грязным операциям. В связи с этим, применение антибиотиков широкого спектра для антибиотикопрофилактики позволяет снизить как частоту, так и тяжесть осложнений в послеоперационном периоде. Спасибо за внимание, у меня всё. Коллеги, вопросы. Конечно, Александр Михайлович, вам всех добро ждать. Спасибо, огромный интересный доклад, очень богатый опыт радикальной цистектомии. Я думаю, что, наверное, один из больших в нашей стране, который накоплен. Скажите, а вы проводите антибиотикопрофилактику? Ну, во-первых, все операции открытые, правильно я понимаю? Да. Вы проводите антибиотикопрофилактику или антибиотикотерапию? Мы проводим… Во-первых, мы хотели показать, что в нашем исследовании цистектомии они явились контаминированными и грязными операциями, поэтому понятие антибиотикопрофилактика при выполнении цистектомии, она носит характер как пролонгированная антибиотикопрофилактика или уже антибиотикотерапия. Такой не бывает. Бывает либо пролонгированная антибиотикопрофилактика? По самым современным, грязные операции, руководство есть сейчас по фармакотерапии, там как раз кишечная пластика, они считаются не профилактикой, а уже терапией. Ну, тогда это антибиотикотерапия, а не пролонгированная антибиотикопрофилактика. А тогда вопрос, вот вы получили пассив мочи чистой у пациента перед операцией, вы проводите ему антибиотикотерапию или нет? Мы проводим антибиотикотерапию. Ну, то есть, я имею в виду, пассив мочи до операции как-то влияет на назначение антибиотика в дальнейшем? Да, мы ориентируемся на пассивы мочи перед выбором антибиотика для проведения профилактики. Однако, также мы оцениваем и другие параметры. Например, если у пациента изначально проводились длительные цистоскопии, трансуретеральные резекции, или пациенту проводились какие-либо другие вмешательства, пациент изначально имел какие-то другие инфекции, то при выборе антибиотика у такого пациента мы, конечно, ориентируемся на антибиотики более широкого спектра. А пациенты, у которых в анамнезе не было каких-либо повторных операций, у которых изначально были чистые пассивы мочи, при выборе антибиотики у этих пациентов мы ориентируемся на руководство и выбираем, как правило, защищённые пенициллины или цифалоспорин. Но во всех случаях вы проводите антибиотикотерапию, антибиотико-профилактику не проводите при цистоктомии? Ну, опять же, по последним руководствам у пациентов с контоминированными и грязными операциями такое понятие есть, как пролонгированная антибиотикопрофилактика. Вот у этих пациентов мы как раз проводим вот такую пролонгированную антибиотикопрофилактику. Спасибо большое за доклад. У меня такой маленький практический вопрос. Вот на вторые-третие сутки у пациента выраженный порез. Какие ваши действия? Что вы делаете с этим пациентом? Ну, во-первых, мы пациента наблюдаем при отсутствии какой-либо острой патологии. Если нет острого живота, мы пациента наблюдаем. Также хотелось бы отметить, что при наличии уже, если готовы у пациента посевы лаважной жидкости, в последнее время, кстати, мы выполняем ПЦР-исследование, мы ориентируемся для смены антибиотика, мы ориентируемся на исследование и проводим смену антибиотикопрофилактики. У данной группы пациентов с тяжелыми длительными порезами замена антибиотика имеет положительный эффект и позволяет бороться с этими порезами. Не берете в рентгеноперационную, не смотрите, как стенты стоят? Нет. Почему? Ну, как правило, у пациентов порезы кишечников, они обусловлены, согласно нашему исследованию, именно интерабдоминальным инфицированием. И вот ранние порезы, они ассоциированы именно с продукцией, процесс жизнедеятельности бактерий, с продукцией различных токсинов. И мы предполагаем, что это причина именно в этом. А положение стентов, как правило, в нашем исследовании никогда не было причиной для каких-либо тяжелых осложнений. Вы не смотрели, потому что как стенты стоят? Может, стенты стоят криво, косо, возникает пилонефрит, и на фоне пилонефрита, развившегося на вторые сутки после операции, возникает порез кишечника? Для наших пациентов мы применяем катетеризацию мочеточников, выводим катетеры. У нас наружные, поэтому по их функции видно. И если они забиваются, проводится их промывание. Олег Борисович, у микрофона. Спасибо. Я хочу коллеге ответить, а почему вы, где он там, походите? Значит, считаете, что только это антибиотики, так сказать, влияют на порез? Не, ну вы так говорите, вот если только-только, на третий день. А вы до третьего дня всё делаете, что надо? Нет, ну у нас такая уже тактика по этому. Но, как правило, порезы развиваются на вторые-третьи сутки, мы видим. И мы этих пациентов тут же берём в рентген-урологическую операционную и корректируем стенты. И мы очень часто видим, когда у пациентов отсутствует лоханка, и стент, установленный интероперационно, находится в верхней или средней чашке. И в результате чего мы считаем, что происходит неадекватное дренирование почки, и развивается вялотекущий пилонефрит. После коррекции стента уже в рентген-урологической операционной, как бы мы его чётко закручиваем в лоханке, мы не меняем антибиотики, и наутро у пациентов порез проходит. Я понял. Ну, на эту тему, так сказать, есть предложение по ускоренному, как говорится, так называемый фаст-трек, вы его прекрасно знаете. Сюда входит раннее вставание, раннее кормление, периодуральная анестезия. Дело не только в теме, где стент стоит. Весь комплекс надо, так сказать, этот принимать. Если у вас это, так сказать, не движется, тогда надо искать причину. Ну, мы на следующий день, наутро уже пациентов заставляем вставать и кормить. Фаст-трек у нас работает. И всё равно на третий день всё происходит? Нет, не всё, не у каждого первого, не у каждого второго. Ещё вопрос, пожалуйста. А, нет вопроса, да? А, пожалуйста, пожалуйста. Фуат Шамевич, город Пенза, завод деления. Кто не знает, Фуат Шамевич. Все Россия представляет сегодня на конференции. Спасибо большое за представленный материал. Как всегда, Агиф Ахмедович и его коллеги представляют такой шикарнейший материал. С различных сторон его вы осматриваете. Естественно, вопросов не так много, потому что на самом деле очень плотно занимаетесь. Скажите, пожалуйста, я знаю, мы с успехом переняли эту методику. Это промывание органов брюшной полости после окончания кишечного этапа и промывая мобильным количеством жидкости перед дренированием и ушиванием брюшной полости. Вы показали, что у вас более 50% плаважной жидкости было инфицировано на момент окончания операции. Не делали ли вы после промывания брюшной полости еще раз анализ, чтобы посмотреть, насколько все-таки уменьшилась эта контоминация? Это первая часть вопроса. Спасибо. И вот вторая, у вас достаточно много, я считаю, кишечных осложнений, несмотря на хорошую хирургическую технику до 60%, и большая часть из них получаются кишечные осложнения. Не думали ли вы, кроме кишечной контоминации, есть еще какие-то причины, которые поддерживают это количество осложнений на протяжении такого количества времени? Спасибо. В нашем исследовании мы действительно провели оценку, как влияет промывание брюшной полости, и выявили, что промывание значимо снижает титр интерабдоминального инфицирования. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, промывание оно снижает значимо. Мы проводили исследование до промывания и после промывания, и титр у пациента в лаважной жидкости после промывания брюшной полости, он значительно значимо снижен. Что касается числа желудочно-кишечных осложнений, к желудочно-кишечным осложнениям в нашем случае мы также отнесли это и длительные гастростазы, длительные порезы кишечника. Это не только какие-либо хирургические осложнения по типу несостоятельности. Поэтому получился такой относительно большой процент. А почему мы именно оказываем больше внимания инфицированной забрюшной полости? Потому что статистически инфицированная забрюшная полость оказалась самым значимым предиктором в этом случае, но и на другие параметры мы также обращаем внимание. Спасибо. Владимир Владимирович, не хотите прокомментировать? А, пожалуйста. А будьте комментируем? Не вы. А, ну, в принципе, цель какая? Ну, дело в том, что уже много докладов делали по этой теме, у нас время ограничено. Ну, дело в том, что было первое. Во-первых, то, что это не очень чистая операция. Во-вторых, стандартные схемы. То, что пишут нам антибиот-профилактики, которые существуют для обычных операций, на этой операции не совсем подходят. Третье, то, что даже, вот говорят, лапароскопическая работа ассистирована 40 с лишним процентов осложнений повторно госпитализации связано с госпитальной инфекцией, так называемой surgical site infection. Есть за рубежом это. Именно вот то, что говорим, инфицированная забрюшная полость, это не что иное, как surgical site infection. Вот. Поэтому, и вот как раз и это данное. А и я прошу, чтобы так не понимали, что у всех надо карпинами лечить. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Надо. Это говорит о том, что, ну, это карпинами, это антибиот-резерва. Ну, вот в тех ситуациях, когда они не просто империи были назначены, а по показаниям. Был клепсиала, например, у пациента, который там ни к чему не чувствительный, нефростомами, полирезистентной флорой, там действительно был высокий диабет, у нее уже ожижение. Такую ситуацию, конечно, что надо было назначить? Конечно, мы назначили. Вот таких пациентов было немного, кстати, около 30. Но у этой тяжелой категории пациентов мы не получили никакого осложнения. Представляете? Вот о чем мысль была. Вот такой вот комментарий. А, кстати, я не слышал, но то, что титры, промывание, почему мы перед едой руки моем? Мы же не стерилизовать, мы моем для того, чтобы титр бактериально обсемененность наших рук уменьшит. Да? Вот то же самое. Спасибо. Один вопрос. Чем промываете? Простым физраствором? Да, для промывания брюшной полости используется стерильный физиологический раствор. А в каком количестве? Мы используем около 2 литров, 1,5-2 литра. Но полностью добиться эрадикации, элиминации флоры брюшной полости невозможно. То есть мы уменьшаем титр, а полностью добиться избавления от флоры брюшной полости невозможно, там независимо от количества жидкости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова